В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. Месть или борьба за справедливость. До 15 лет тюрьмы грозит самарскому адвокату Ольге Гисич. Ее обвиняют в организации нескольких преступлений, вымогательстве крупной суммы денег, поджоге автомобилей и избиении сотрудников медицинской компании ИДК. Следствие полагает, что мотивом для всего этого послужил ошибочный диагноз, поставленный подсудимой два года назад. Подробности в нашем сюжете. История одного из самых громких преступлений последнего времени в 14 томах. Все началось еще два года назад. Подсудимая Ольга Гисич лечилась в клинике медицинской компании ИДК. После операции и проведенных исследований врачи поставили ей страшный диагноз – рак. Спустя месяц выяснилось, он ошибочный. Как полагает следствие, это и стало причиной мести. Гисич обвиняют в организации избиения врачей. Были причины телесных повреждений врачу онкологического диспансера, впоследствии были причины телесные повреждения Шерстобоева, то есть это генеральный директор компании ИДК. Впоследствии были осуществлены поджоги автомобилей, то есть Шерстобоева и Тукушева. Все эти преступления, как установило следствие, по заказу Гисич за вознаграждение совершил ее знакомый Дмитрий Козлов. Его уже приговорили к 2,5 годам колонии и поселений. Гисич же, по словам обвинения, предстоит ответить за угрозы и за вымогательство у медиков миллиона долларов. Пока это подтверждается лишь показаниями потерпевших. В компании ИДК от комментариев отказываются, так что вопрос, чувствуют ли врачи за собой вину, хотя бы моральную, остается открытым. «Ни одного дела не было гражданского по иску Ольги Владимировны Гисич. Ни одного дела не было, где бы рассматривался факт причинения вреда». Почему она не стала судиться с ИДК, подсудимая не говорит, при этом полностью отрицает свою вину. По ее словам, она хотела добиться справедливости и не только для себя. «Мое внутреннее убеждение – это преступники, которые просто без показаний разводили женщины операции и, соответственно, делали. Они предлагали мне деньги, деньги я отказалась получать, именно потому что моим условием было возмещение вреда не только мне, но остальным потерпевшим и прекращение незаконной деятельности». Почти шесть часов ушло у спасателей на то, чтобы потушить крупный пожар. На заводском шоссе на территории завода электромонтажных изделий горел склад. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Пожар на территории предприятия вспыхнул около двух часов ночи. Горело арендованное складское помещение. В считанные минуты огонь перекинулся на кровлю. В этот момент в здании находились двое охранников. Они эвакуировались самостоятельно и вызвали спасателей. На место спасатели прибыли уже через несколько минут. На тот момент здание было полностью охвачено огнем. По данным МЧС, пожар начался в одном из помещений, которое предприятие сдавало в аренду. В нем производили отделочные материалы, преимущественно пластиковые, а также складировали пенопласт. По оценке спасателей, противопожарные нормы были нарушены. Когда мы еще смотрели, непосредственно специалисты наши уже работали на кровле, было обнаружено, что заделаны слуховые окна, через которые по требованиям пожарной безопасности должно уходить тепло в случае возникновения пожара. Конечно, это способствовало повышению температуры внутри и развитию пожара непосредственно уже в самом здании. Дальнейшим разбирательством будет заниматься прокуратура. В МЧС сейчас готовят все необходимые документы. На месте ЧП работали более 100 спасателей и 26 единиц техники. Самарские наркополицейские задержали одного из членов преступной группы, которая торговала героином на территории города. Им оказался беженец Украины, у которого обнаружили более 800 граммов наркотика. Ими этого человека наркополицейские пока просят не называть, как и не показывать его лицо. Статус беженца мужчина получил совсем недавно. Обосновавшись в России, по версии оперативников, решил подзаработать, продавая наркотики. В преступном бизнесе он выполнял важную роль. Делал телефонный смс. Я должен был сделать закладку и отправить смс с места нахождения закладки. 800 граммов героина задержанный не успел спрятать. На допросах мужчина не слишком откровенничает. Имя организатора наркобизнеса назвать категорически отказывается. Говорит, боится и за себя, и за родственников. Изучив биографию арестованного, наркополицейские выяснили – это далеко не первый случай, когда он приступает закон. У себя на родине, на Украине, в 1989 году он был судим за вымогательство. И в 2005 году он был судим в Самаре, Октябрьским районным судом, по 228 статье за хранение наркотиков. Сейчас задержанный находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме того, наркополицейские выясняют, откуда в Самару попадали наркотики. Щекотать нервы любителям азарта придется в другом месте. В Тольятти полицейские накрыли очередной интернет-клуб, посетители которого не только чатились в сети, но и посредством интернета играли на деньги. Организатора незаконного бизнеса уже задержали. В настоящее время в отношении мужчины 1983 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей незаконной организации и проведения азартных игр вне игровой зоны с использованием сети интернет. 43 человека задержаны, заведен десяток уголовных дел. Самарские полицейские подвели итоги двухлетней борьбы с так называемыми нефтеврейщиками и организаторами незаконных мини-НПЗ. На межведомственном заседании с участием первых лиц области представители МВД и руководителей крупнейших нефтяных компаний обсуждали, как предотвратить кражу черного золота. Более двух десятков несанкционированных нефтеврезок в Самарской области ликвидировали только за этот год. По сравнению с 2013-м их число сократилось в четыре раза. По словам силовиков, к преступлениям злоумышленники готовятся тщательно и поймать их непросто. Кто-то пришел, с лопатой откопал трубу, засверлился туда дрелью и прикрутил шланг. Это совершенно иной механизм. Мы его не видим. Задержано семь групп, по сути, организованных, а каждая группа составляет два и более человека. Это по семь, по четырнадцать человек. Это результат большой совместной работы совместно с органами ФСБ. В Самарской сети гипермаркетов Ашан торгуют некачественным мясом и мясными продуктами. К такому выводу пришли сотрудники управления Россельхознадзора. По их данным, в 9 из 13 отобранных проб найдены посторонние примеси. Так, на свиных ребрышках обнаружен ДНК крупного рогатого скота. А в постном фарше ДНК овцы. Как эти продукты попали на прилавки, предстоит выяснить. Напомним, по результатам прошлой проверки в Ашане в Красноглинском районе, в мясе была обнаружена кишечная палочка. Руководству сети гипермаркетов выдано предписание об устранении нарушений. Достаточные примешения. Такая продукция не должна реализовываться. Она может привести как к отравлению, так и к общей интоксикации организма. На этом у нас все. Вы смотрели сыскное дело. Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok